Дождись транспорта и не замерзни. Такая постановка вопроса особенно актуальна для пассажиров 12-го троллейбуса. Остановка онкодиспансер. На улице погода не располагает для долгих прогулок на свежем воздухе. Но вот пассажиры 12-го троллейбуса вынуждены стоять в ожидании общественного транспорта продолжительное время. Троллейбус давно ждете? Давно. Час, наверное. Час. Девушка, желательно, конечно, прибавить количество риса. 12-го ждем. Он и 17-й-то не чаще. А так каждый день, так постоянно? Да, да, да. Так, изменили маршрут 12-го. То есть вы это связываете с тем, что маршрут продлили? Да. А машин не прибавили. Девушка, он не так редко ходил, а сейчас вообще. Елена – медработник. Она тоже связывает долгие промежутки между маршрутами с тем, что остановок на пути следования 12-го троллейбуса стало больше. Одно время он ходил хорошо, а сейчас вот путь продлили. Я не знаю вообще, как он ходит. И по интернету смотришь – 62 буса. То есть совпадений вообще нет. Либо его нет, а он идет. Либо пишут, что он идет, а его нет. Ситуация с 17-м троллейбусом не лучше. Девина тоже работает в кожу вен-диспансере. Женщина каждый день преодолевает путь от поселка Дягилева до остановки «Онкодиспансер». И порой он затягивается на часы. На 17-й вообще он и утром плохо ходит. Я не знаю. Мало машин может быть. Постоянно мы спрашиваем кондуктора. На ремонте ломается. Я вот с пересадкой езжу. Ну, я пересадку делаю на почте «Победы». Да, мне только на 17-м можно сюда приехать. Можно на 95-й маршрутке, но она останавливается там дальше. А здесь мне удобно. Поэтому приходится на прикладных в два раза пересадку делать. В основном на 17-м и 12-м троллейбусах едут на учебу, работу или в поликлинику. Как только наступит весна, появятся дачники, путь которых пролегает как раз по этому маршруту. Чаще всего они везут с собой сумки, тележки и разную ручную кладь. И вот тогда долгие ожидания транспорта станут настоящей проблемой. Хотя и сейчас нет ничего хорошего в том, что люди мерзнут, ожидая троллейбус.